господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 714 события дня а вот здесь ошибочка значит наверное 714 715 но я потом заменю и за 27 сразу видимо не сделал ноября 2017 года как эпиграф к этому будет такое вот это я коротко беру из того что внизу потому что двоеточие не пропускает система иисус новин 1 8 да не отходит сия книга закона тусов да не отходит да это повеление да здравствует 1 мая там да но поучайся в ней день и ночь дабы в точности исполнять все что в ней написано тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно благоразумие антоний говорит это первое качество выше поста молитвы всего что есть а как так а потому что в любом этом явлении посте молитвы милостыни везде должно быть благоразумие вот так слова в точности выделяя какая точность но допустим запускает космические корабли союз и аполлон в разные страны точность до буквально до микрона должна быть потому что там надо соединять как это может быть детали вычерчивает да как у нас в жизни то нету точности никакой все никто порежу моем а точность во многих местах есть если бы закон это все исполняли там взятки не брали коррупции не было воровства не было ну что по инструкции положено то этого бы не было раздрая бедламата а это слово божие и как они получались день и ночь на весь израиль один экземпляр нашли случайно библии вообще не было нигде и благодаря чего нашли то что деньги любят евреи копались там эти серебрушки то доставали и там из грязи или как там нашли свиток свиток пророщица она как все что написано будет это царю царь разодрал одежда почему вчера не раздирал то явление этого свитка вот и риме это как они со свитком побежали нашли фильме риме это вот это и показано но это очень хорошо показали какая точность а теперь только как справить пасху вся точность у нас точность как прославить христа а что можно сказать да если любит главная любовь но если любите меня как проверить соблюдите заповеди мои все тут непонятно но если книги то нет где заповеди я на то есть говорит ты не считаешь не считает и не знаешь но как узнать то не знаю ты нарушаешь а нарушая ты погибаешь и все от того что не считаешь очень просто по порядку батарея не считаешь это православие 1876 году только библию перевели да это она не всем попала второе и счета не знаешь не знаю я не знал я не знал нарушаешь а нарушая тут толковать не еще погибаешь всего-то три перехода я все попросили распространить везде вот этот ролик называется боль православной души нужно зал зарядить прочитать девушка девочка она шестилетняя читает о положении в церкви неизвестно кто автор подозреваю очень похоже стильная и романаха романа матюшина и вот я полез в интернете там что-то про потеряевку посмотреть то а там вот это по-русски можете зарядить московские встречи златоуста из потеряевки игнатия тихоновича лапкина вот так вот если вот сюда контур нажать об и держать а потом вот на это вот это вот такое в ней найти как назвать шифр или что а так и написано даже московские встречи златоуста из потеряевки игнатия тихоновича лапкина это пара латинским буквам вот я это сделал сейчас покажу как нажал и дальше так а где у меня тут это не вижу где-то у меня же она выходила опять надо нажимать снимать ну-ка подержи мне ее с ними все это загружаю один записываю так значит аппарат снял под него книги лежат а потом ящик вот такой вот деревянный но и теперь снова возвращаясь вот видишь как делается мне надо вернуться событиям дня и вот теперь контур держу от покажи пальцем я говорю туда успевай вот она а теперь сюда переворачивай быстро нажал вот она русская народная линия что там такое что это за организация русская народная линия но я думаю если на нее ссылаются на что-то она есть давай-ка почитаем обратимся русская народная линия информационная аналитическая служба православие самодержавие народность кирилл игумен сахаров русская народная линия считай пробудившись по сигналу как обычно 6 утра выглядывая окно мне приветливо машет пожилой бородатый мужик чок в сапогах и картузе и картузе картузе игла игнать и тихонович лапкин пожаловал москву рядом привязанная к дереву собака чемпион сибири а потом россии с гордостью говорит лапкин без нее в наших миссионерских поездках поездках никак нельзя так как мы обычно ночуем поле вдали от дороги нужна нужна охрана у нас очередная миссионерская поездка европу греция франция германия англия испания и португалия турция италия на обратном пути страны скандинавии прибалтики это будет самая длительная дорогая и сложная поездка наших планах передача комплекта книг римскому папе и английской королеве последняя наша поездка продолжалась 13 дней мы преодолели по преодолевали преодолевали по тысячи километров в день ложились отдыхать в 22.00 вставали в 2.00 некоторых гепаркиях были сложности блокировали возможности передачи книг библиотеки лапкина 38 томом собственных сочинений 850 страниц каждая ответов на 4124 вопроса проповеди стихи каждом томе около 3000 ссылок на библию 30 тысяч евангелий было распространено по алтаю общее количество часов на диктованных материалов две тысячи две с половиной тысячи в интернете размещено 1700 видеоролик а сегодня у нас 8700 игумен кирилл мои книги переданы 440 библиотек то есть больше чем 600 теперь имеются у патриарха и президента игнатий тихонович прочитал несколько своих стихов почти на каждую строчку дается ссылка на священное писание вот несколько запомнившихся строк восстань россия прямо стоянием во христе размолоти преграды при лживых словес и в живешь их при лживейших словес и будешь во главе а не плестись в хвосте евангелие вот единственный ответ храме деревни потеряю к который гнать и лапкин начал восстанавливать вместе со своим братом отцом и акимом поминают за богослужением только первого иерарха русской зарубежной церкви митрополита илариона патриарха поминают когда приезжают приезжают служить местный архиерей молодости я служил в морском флоте теперь мф теперь у меня другое мф молитва и форум мое правило семь раз день вставать на молитву сопровождаемой сотни поклонов знаете тихонович просит поехать с ним его спутниками визовый центр затем посольство великобритании устоять перед ее напором было невозможно а главное нужно помогать людям стоим коридоре на втором этаже визового центра игнатий надо помолиться об успешном решении вопросу и сразу начинает провести импровизировано молиться я усомнился возможности благополучного разрешения возникшего затруднения игнатий все зависит от бога который сказал мои пути не ваши пути мои мысли не ваши мысли он настойчив нам нельзя уходить нужно получить паспорта иначе будем ночевать здесь из визового центра нас направляет британское посольство для получения визы необходимо ответить на 104 вопроса на мои глазах разворачивается захватывающие действия центре которого лапкин тесно неформально общающийся с сотрудниками опираясь при этом как всегда на слово божие результат обнадеживает немного отойдя от здания посольства игнатий тихонович творит благодарственную молитву живой бог отвлекается на живую молитву говорит он еще цитата из писания когда пути человека угодны господу то и врагов его он примеряет с ним 10 июня игнатий тихонович исполняется 75 лет сегодня мне 79 он за спиной которого опять тюрем 26 лет преследованы со стороны психиатрической медицины говорит надо жить азартно интересно я фанатик люблю жить на пределе у меня врагов уйма друзей еще больше цитирует из книги пророка еремии я хотел молчать но внутри меня как разлитый огонь интересным бы рассказал рассказ интересным был рассказ обращение одной бабкисткой семьи ее члены никак не могли совершить решительный шаг в сторону православия спрашивает их лапки а вы что разве приняли печать на лоб и правую руку нет нет запротестовали они тогда перекреститесь они перекрестились вот вы и православные действительно совершениями крестного знамения велась как бы прорывом православной церкви заметил игнатий ошибки в ангельских цитатах развешанных в нашей трапезной хочу под подметить вот таких как отец кирилл я почти не знаю вот что бы о нем не сказал он у себя выпускает воспоминания книжки такие и обязательно помянет не в его пользу как будто бы и кураев такой же игнати меня как по всем кочкам пронес 120 раз такая упоминаем и не положительно и даже отец кирилл я говорю пишу ему я не могу понять только одно не могу ты сам это такое закрутил людей на на берсеневке на засохшим кружевником поле или тебя масоны наняли дают вот и он все так и напечатал вот отец кирилл он живой еще познакомьтесь у него настоящая община не приход община все служит по старому стилю давай при этом обличил если так долго эти ошибки не замечает значит у вас недостаточная любовь слову любовь слову божьему лапкин противник спекулятивных мудрований по священному писанию его правило чего в библии нет а то мне рассуждаем все нужно рассматривать вас во свете библии это святой под влиянием его бесед в местах заключения многие обращались к вере среди трудов игнатия тихоновича лапкина симфония на книгу правил на 11 неканонических книг на жития святых главная тема его выступлений рождение свыше и водительство духом святым очень важно быть свободным во христе это великое благо когда ничто тебе не препятствует благо вествовать о христе распятым и воскресшим на проповеди необходимо человека задеть за живое то что еще не омертвело с тем чтобы это живое вытеснило омертвевшие я помню когда каждое воскресенье выступал с толкованием молитвы царю небесный произнес 60 проповедей по 20 минут каждая какая же в ней глубина но тублейк он неправильно написал это не воскресенье а вторник пятница его занятия в университете в университете но это не ничего не меняют меня просто поясняю одна из бесед игнатия тихоновича лапкина была на слова христа придите ко мне все труждающиеся обремененные это я в московском храме там у него на берсеневке это метров 200 от храма христа спасителя божий призыв придите встречается в библии 1700 раз благодаря его миссионерским усилиям православия обратилась несколько известных протестантских служителей ставших хорошими священниками с прекрасным знанием библии одна из работ игнатия тихоновича посвящается главной книге мусульман корану каждый его стих был распространен свято рассмотрен во свете библии изучение библии он посвятил более 50 лет 50 более 50 лет доходило до того что спал он не более двух с половиной часов я никому не подлаживался не угождал что я ник никому не подлаживался старался слушать только голос бога звучащий священном писании много пришлось ему полемизировать с различными сектантами сегодня в мире насчитывается 21 тысяча различных сект защищая иконопочитание он апеллировал к тому что христос иерусалимский храм назвал домом моего отца а в нем были изображения игнатий противник ажиотажа вокруг чудес и реликвий главное чудо это воскресение христова видео его огненную ревность власти никогда не пытались склонять его к сотрудничеству с кем бы я не разговаривал глеб якунин там ну все все всех когда всегда вербовали всегда у меня у них даже мысли не было первые допросы я ему начинаю свести я его пытаясь себе переманить все и они это понимали писали и то есть я безнадежно потерянный был для них но всегда говорили нажал в горкоме партии какую бы вы пользу могли принести государство если были с нами а когда зная как если они говорят у вас ну у вас все как будто бы наш сотрудник вот точно такая во всем смотрите ну вот где все есть то есть они должны были увидеть я в них увидел хорошие они во перегнуть нигде да было у меня они приезжали и когда обратилась 32 человека из ипх истинно православных христиане ну это они вообще никакого общения не имели с властью детей не пускали в школу там книжки трудовые свои пожгли пенсии не получали а тут они все вышли дети пошли в школу оказались у них там приняты были монашеские звания они все утвердили поехали к архиепископу гидеону пришли здесь храме их утвердили одна из них раиса шишкина она потом будет здесь варварой а потом то ли ксении или как и уже схема на хине была как сказать у меня монастыря это из этого и когда вы приехали а там же много где лыков это обратились давайте мы поможем вам чтобы вас туда перекинуть то чтобы там то поработать с ними я говорю вы чё я с вами поеду и вы меня дорогой спихнете а да ты все ты иконы же за кого-то нас считаешь мы посмеялись и все нет ребята я где надо господь укажет то есть они хотели воспользоваться тем что мне здесь дал господь я отверг это нет а мы храм даже строить с вами ездор вернулся не строить вам с нами храм вот весь ответ я их не обидел не оскорбил ничего но ну показал что я вам не верю здесь пожалуйста к слову сказать когда меня арестовали то на моем деле они сделали какую-то свою там пометку это победка меня спасла когда начиналось сплошное избивать избивание люди там убивали буквально меня сразу отводили в сторону и жамбула уже на таз приехал человек а который у нас старше в отряде был он говорит от этого видели это приезжал ради вас из кгб майор казах и сказал этого человека не трогать не прикасаться то есть за этим смотрелась москва вот какое дело а кто я такое спрашиваю отца глеба и кунина там москве арестовали никто не знает почему не знаю они сохранили мне жизнь кгб как гб а меня кгб спасало они меня посадили они меня спасали ну как апостола павла кто-то фесы 470 дал сопровождать его и ночью угнал они же арестовали они его спасли а 40 киллеров с лишним они хотели убить его не пить и не есть а племянник подслушал где-то надо уметь слушать дальше резкой критике он подвергает практика обливательного крещения находящуюся в грубом противоречии с сверковными канонами феноменальную память цитирует сотни библейских текстов с указанием книги главы и стиха он унаследовал от своего отца который будучи пастухом знал по имени несколько сот овец колхозного стада это да не колхозного которые частные отдавали это точности не точности небольшие ничего не значит это полторы тысячи допустим и он знал каждый овца когда она погулялась покрыла бараном вы когда и какого света но его угощали отца когда стричь начнут ну и там маленько кто-то даст выпить он одному маленько до другого одна рука у него и он вот так вот станет за стол пододержится видно дремит подойдут дядя тише овечки наши нигде нету все обошли нету а где она глаза открыл проморгался маленько а вон она затем бараном стоит ваша овечка одна почти что пьяный и он ее видит я я стою рядом я это сделал там разные системы как обузнавать по этим то во втором томе открытым окном у меня это описано и нарисовано он ничего этого не имел неграмотный вот каждая корова от какого быка она была когда куда что птица когда прошел все кто когда говорил когда раскулащивали в то времена он назовет от от кубасов то говорил вот так то а это то вот так то то есть у него если он писание знал он слышал по наслышке и осип идет брат мой его нет живого тогда он идет и доехал ехал до дому и зашел там к одной там ночевал там продавали о идет наш инспектор то инспектор идет да он подошел и говорит ося ты знаешь вот унова вот когда потоп то было ноя нового не не расслышал как вот он грача то пустил а грач то назад не вернулся ворон там он грача а а вон падаль там нашел всякую клевал трупы то плавают так и ты до дома не дошел а к фростик это зашел и там нажрался вот понимаешь нет аналогия то какая то это ты долго пить то будешь то пока всю не выпью дурак да я выпил сколько а рядом этот пруд около костра который на раз этот пруд как выпил ну интересно но дальше считаем я рос как дичок не заканчивал никаких вузов ни светских ни духовных в этом мое преимущество преимущество так как я не испытал никаких тенденциоз тенденциозных субъективных не основанных на слове божьем влияние вот и все меня осипов не учил осипов меня не корешь это главный развратитель стране наверное как он учит чему учит монахи жгли это его не сожгли только что книги его там диски ломали осипов вот главная вина они не знают еще потом припомните что я вам говорил я говорю об осипе который прописал там алексей ильич мы услышали проникновенное духовное песнопение сопровождающиеся припевом он нас не сделал где не сделал он нас не сделал не сделал негде не два раза не где буквы нет он нас сделал родными он нас сделал друзьями дал нам новое имя нас зовут христианами христиане дальше общаясь в течение нескольких десятков часов с этим с этим русским самородком я думал горит ревности огненный человек прекрасный знаток священописания дает мощный импульс к его познанию любви к нему течение нескольких десятилетий будирует вопрос о недоступности обливательного крещения малограмотное то что сейчас во многих местах стали строить баптистерии во многом его заслуга как каждая пасху всем архиереям стране письма посылал об этом и что и ждет за то что они все ну мой материал о крещении он приводит кажется 136 свидетельств дальше прекрасно обосновывает необходимость общинного строения десятины миссионерского служения и так далее совершенно бескорыстен говорит невзирая на лица руководствуясь только словом божьим и церковными канонами это андрей курай все это говорит достаточно критичен к некоторым явлениям церковной жизни что дает импульс к исправлению недостатку безусловно серьезно встряхивает не дает покрываться плесенью и обрастать муком вот на что такое линия это это серьезная организация то это не было они запрос сделали вот запрос сделали на метрополию суда алтайскую то обо мне когда меня гнали то оказывается вон что вот опять же приподнять надо или как-то вот так вот а приподнять чтобы опустить а я сейчас только маленько ткну вот вот давай считай русская православная церковь верху русская православная церковь московский патриархат алтайская метрополия православная религиозная организация барнаульская епархия 12 мая 12 мая 2016 года номер 107 главному редактору русской народной линии степанову а.д. уважаемый анатолий дмитриевич в ответ на ваше письмо отдельность о деятельности игнатия тихоновича лапкина сообщаем следующее игнатий тихонович лапкин состоит молитвенно-каноническом общении с православной церковью церковью через барнаульскую епархию как обычный мирянин он ревностный православный христианин проповедник и исповедник вот подчеркнул самое то тут исповедник догматических и канонических нарушений у него не установлено то есть он не говорит что нету то даже я ему и говорю вы как сказали то не на не установлено никто не установил а если они или нет никто не может сказать под под церковным судом не состоит уже однозначно как обыкновенный гражданин он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность а эту сторону регулируют совесть и соответствующие органы государственных но и власти игнатий тихонович лапкин человек твердых убеждений пожилой что требует уважительного отношения к нему а кто-то взял добавил его не исправишь уже да и не нужно это делать с уважением кто с уважением митрополит барнаульский и алтайский глава алтайской митрополии я на его подпись серьги все это не подделка какая-то я про народную линию этот разговор зашел это по событиям дня по событиям дня вот ну и дальше давай считай я пишу никите никита роман договорился что будет камаз с прицепом на эту среду то есть послезавтра это вчерашнее событие заранее пройдись сегодня же по деревне подними всех чтобы были готовы грузить плотников володе все устиновых женщин любую всех всех забрать сначала все дрова у скворечника который у конуры снаружи не под крышей и у романа половина его дров то есть он отдает если не хватит то спятить машину у володи к володе туда и там снаружи дрова забрать если еще этого не хватит тогда себя все снаружи которое забрать снаружи которые забрать тут надо тире было поставить а не поставил если где щурки и сложить в машину вот и роман здесь рядом я прошу наполнить если не войдет сгрузить тебе не колоть ребята кололи же там рядом на моей территории они валяются уже думаю что этого нам хватит загрузить и уложить аккуратный под завязку как поленницу поленок полену поперек машины то есть поля не идут повдоль кузову мне дает знать ответ сразу же что получил это письмо 27 то есть как раз за этот день отчет ноября понедельник и вдруг на меня выходит один человек и сбрасывает материал вот этот вот внизу синим можете набрать а солженицыны тысяча с лишним комментариев там предатель там предатель слова предатель там название тысяча с лишним комментариев под роликом о солженицына александре савичи я вот это ответ даю он как то как вы прокомментируете я комментирую этому человеку ну не хочу называть потому что неизвестно как он отреагирует может быть он подумал что это для меня редко можно встретить в одном месте столько человек выступающих в один голос как на первомайской демонстрации давая нелестную характеристику нашему современнику писателю бывшему узнику гулага лауреату нобелевской премии гневаются на него за его книгу архипелаг гулаг это неправда он предатель и там его ругает на чем свет стоит больше тысячи и только я нашел два положительных отзыва два это кто вы такие то которые ругаете вы же дети тех кто расстрелил у людей вы остались живые и поэтому для вас он а вот есть такое там скрытые какие-то помощники его его жена наталья сейчас говорит и теперь это можно их рассекретить кто ему помогал как как он сам уезжал и работал в эстонии это все понятно как ульяна там где-то в финляндии в шалаше слава иисусу христу успеть сказать татьяна кузьминиша так когда в печати появились материалы от 30-летия знания первых экземпляров это архипелага в новом мире архипелага то тут же появилась статья опровергающая эту цифру где было сказано что ровно за десять лет до журнала нового мира православный проповедник и миссионер игнатий лапкин из города барнаула на алтай речь идет именно обо мне начитал эту книгу по полному изданию франция инка пресс на девяти катушках и наполнил буквально весь советский союз тысячами аудио этого материала ну а я здесь вот даю где это мои что мной насчитан архипелаг гулаг ну просто вот опять контур или так на нажать скопировать раз два три четыре пять шесть семь восемь вот восемь мест которая моим голосом насчитана и вчера интересно наткнулся на одного на хипелаг гулаг и карта гулага советского союза и насчитывает какой-то там фамилия какая-то алёхин или кто-то но я начал так это мой голос то ничего себе то есть он разбито на на сколько там на 76 файлов вот она внизу будет и и там еще нет аудио аудио но аудио не вставишь а он и оформил и теперь она идет как видео у него уже но я теперь у него тоже сниму и к себе поставлю раз мой материал я говорю кто сколько звучит знает 67 часов 6 минут 10 секунд а я за всю жизнь не мог просчитать интересно везде хвалят я никогда бы сам не просчитал а теперь послушен и видно что настоящий зэк считает как а другой пишет его мало расстрелять самого за это дело то говорит то ударение сколько раз неправильно сделал ударение а кроме того даже где-то он икнул или что то да какой же это ну я не диктор не в студии дома насчитывает ну недоволен а тот горит нет я никогда бы не просчитал дальше три тома парижского издания мк пресс 606 657 582 страницы и того 1845 страниц объем 3 целых восемьсот двадцать восемь тысяч гигабайта 76 файлов вот так когда шел суд надо мной в июле августе 1986 года то среди прочего инкриминируем мне проповеди ярла пести звучание сто тридцать шесть часов стихотворение о ленине книги павла иосифовича рогозина совокупность совершенства существует из огромной жизни кто же это о христе иисусе большой материал о масонстве пять катушек по триста семьдесят пять метров звучание каждой катушки восемь часов 20 минут и будущем россии теме одано 14 лет могу об этом разговаривать то есть добавить к моему материалу по сегодняшний день никто ничего не может изъяты были пятьдесят книг аудио звучание 2500 часов насчитанных мной двенадцать томов творения святого иоанна златоуста двенадцать томов жития святых пять томов добротолюбия многих святых отцов церкви мировая поэзия за 300 лет то есть и архипелаг гулак все это находится на нашем сайте вот здесь в книге отец арсений они говорят гонений не было преследования не было это поклёп на сталина а у нас на алтай только выпустили я сейчас могу не точные данные дать но было семь большого формата прям большого толстые толстые книги жертвы репрессии только две строчки такой-то такой-то тогда-то арестован женщина мужчина семь томов но работа не окончена еще была сейчас может быть больше я говорю о том что видел знаю не было репрессий не было а две тысячи два миллиона семьсот тысяч одновременно только сидела два миллиона семьсот тысяч да гулак то провернуто не может 10 раз кто приходил умирали новых были в книге отец арсений который я тоже насчитал и распространил на нашем сайте описано точно тоже что и александр исаевича у шалама варлаама когда сегодня спрашивают что послужило к развалу империи лжи и зла то есть ссср то ответ один глаз из горбачева михаила сергеевича и архипелаг гулак солженицына александра исаевича вот надо найти этот ролик здесь которым наталья жена солженицын дает ответ их в каких странах как они вывозили за рубеж как прятали как фотографировали он с собой приемничек маленький был где батарейки вытащила туда пленку заложил первая франция издали как перевод делали один делал только вернулся из лагеря 25 лет кажется от был и взялся за это дело переводить литовисты ну и узнали скажи где он не сказал еще 10 лет 35 лет отсидел и он живой и пришел и это о ком говорят и всех людей показывает они говорят шведский там приезжал какой как договаривались я уеду говорят из франции позвоню вам ну и позвонили они договорились что сдал доехал сдал начался перевод но позвонили я сказал у сестры крови ничего не обнаружено все положительный резус они не поняли стали выгоду солженицын все прятать а потом я сказал я вот что сказал ну нормально доехал может они забыли видимо договаривались где хранить как передавать как приходить одну там взяли которая не опечатала и пять дней и этому родов ли она домой вернулась отпустили она сказала где что есть приехала пришла домой сразу повесилась это все на них висит вот и везде один к одному с архипелагом это я говорю мне пришлось ездить по стране и записать на магнитофон рассказы репрессированных они рядом со мной жили как вот у нас володя выстинов в лагере в лагере в деревне а его отец александр иванович его отец он был начальник радиостанции константина константинович арокоссовского на передовой прошел всю войну и он говорит я работаю мины говорит тут тут ни одного осколка не задело его но там коснулся тема масонства и стал говорить после войны уже его арестовали посадили и приговорили к расстрелу ну и сразу за счет когда которые там сотрудники нкм это ну что поняли он говорит понял а чего поняли ну что я иду ко христу так вы что не будете подавать там апелляция помимо зачем мне это не надо его ничем не могут взять и они сами сами учитывая его что с таким маршалом работал что он военный такое и проще это заменили на 25 лет лагеря пять лет ссылки и пять лет поражения в правах сверх этого а вот ведь сталин то скопытился он отсидел два года четыре месяца и вот он все рассказывает у меня все было записано все сгорело видимо нету он сидел вот у нас владимир александрович живет а это александр иванович был вот какое дело дальше и везде один к одному с архипелагом гнев божий пролился на россию что они претерпели у меня вышли из печати 30 томов по 752 страницы каждый открытым оком еще три тома в интернет версии где эти интервью записаны слово в слово в двенадцатом томе на нашем сайте все мои книги и там же автобиографическая книга для слова божия не туз 752 страницы как шел суд надо мной и как мы с нуля восстанавливаем православную деревню прадедский наш лагерь которому 45 лет уже реабилитирован я в 1992 году а конфискации фонотеки шел суд 11 лет и выигран мной по милости божий из был на 11 миллиардов рублей стал жениться александр исаевич не погрешил в описании там 300 свидетелей ну тогда было 230 я сказал 300 потому что ну разно помой телефон какой skype это я вчера всем разослал везде вот оно пожалуйста запишите у нас 21000 фото у меня на моем мире на форуме 1602 темы вот наш видеоканал 8700 видеороликов православия кто-то себя не называет а православия спаси христос за материалы которые вы присылаете те кто вчера считали с друзьями сегодня называют меня сектантом потому что разделяю вашу жизнь во христе ну да пусть бог им судья вам крепости помощи божьи во всех делах аминь ну не называется я просто православие можете выйти на него юрий соболев как же люблю ваше воскресное занятие каждый понедельник жду выхода ролика если нет времени посмотреть видео полностью там перематываю сразу на ваши игнатий тихонович комментарии слушаю очень много ценно нахожу всякий раз и юмора добра много брат игорь здорово оживляет занятия дыбунов да сохранит во бог вашу общину на многое лето я отвечаю очевидно вы имеете ввиду наши собрания после богослужения то а занятия выставляется на 8 дней позже я едва один ролик могу закачать за ночь только вот сейчас попросили ну и собрание выставляю на следующий день остальное в другом месте или другом городе администрации модераторы трудятся юрий соболев да именно эти занятия после собраний а они выходят как раз по понедельникам спустя неделю игорь юнгов это новый человек пришел спасибо я из белгорода смотрю ваши ролики такое ощущение что всех вас знаю лично здоровья вам удачи всем в поселении привет и вчера уже книги ему послали володя послал архипелаг гулак солженицын аудиокнига вот она архипелаг гулак считает игнатий лапкин вчера я нашел и таких роликов 76 мне надо всех перетащить к себе это мои ролики а его там которые другая фамилия то я свою подставлю а там больше ничего нету владимир харин мир вам ездил храм воскресенье после зашел на выставку называется от покаяния до воскресенья россии торгует свечками ладаном амулетами но в основном идет сбор денег на восстановление или на записки по монастырям а самое интересное что в углу зала на столе лежит евангелие и записка что можно брать бесплатно хотя это должно быть на входе ваши труды будет спящих попов то но делают с ленью что евангелие везде с уважением к вашим подвигам во славу христа владимир харин петрозаводск ну а при чем тут я да потому что я громил писал обличал и вот вам только патриархом это все был патриархом первым делом я бы прекратил строительство всякие все деньги бросить на издание новых заветов и вангелии сейчас это уж сколько я говорил об этом вдруг сейчас появляется и по благословению патриархи кирилла макагонов андрей пишет спаси христос большая честь быть вашим другом я его не принимал у него там какая-то лилия болотная была кувшинка ли кто я ему сказал ну а с кем вы дружите с лилией с этой ну и он сразу поставил свою фотографию я даже могу сейчас показать слушай сестра не перечь когда без разрешения что-то присылает одна мне писала я так это загидулина рахиль когда к вам в гости приехать я говорю нельзя сейчас я могу только сейчас никак нельзя ну я девятнадцатое правило деревенского устава показал что нельзя там можно замерзнуть и погибнуть так я же не потеряю куда сюда так можно ну после 5 ноября я приеду подожди договоримся я сказал брать с собой две простыни наволочку и проще награды и подарки ягод подарки нет никак хрень я них апостолов написал лука что христос сказал блажение давать нежели брать ты и у нас не принято это я говорю когда ко мне вот я пишу ей слушай сестра не перечит арахиль казашка она была в свидетелях называет его правильно свидетели сторожевой башни называть то и крестилась ее дочь вот и два внука и все имена библийские когда без разрешения что-то присылают мне то я на почту иду с кем-то и тот забирает прямо в руки так и с деньгами которые кто-то не присылает это я к ним не прикасаюсь прямо из беркнижки там у меня и забирает на деньгах нет моих отпечатков пальцев вот такой мой обычай нигде ни от кого ничего не брать ну когда не договаривались это когда рядом все стране готовят иногда ты я принимаю и бывает когда присылает явно на нужду определенно а так никак вот я это показал но события какие вчера понедельник был у нас заговоре то есть последний раз можно молочное есть это я на площади тут вот этот макагона вчера вот вместо и лилии то он прислал фотографию свою это или юнгов а это юнгов вот он но тут я не могу опять его увеличить маленько приподними за тот край сейчас маленько о вот теперь его видать подожди еще могу побольше стукнуть о пожалуйста двое ребятишек стоят рядом вишенка 42 года так все ступай с богом теперь я открываю снова и немножко я тут все тут видать это можно назад вот это мой мир в моем мире сейчас посмотрю сколько система перенесла с канала сегодняшних вот раз два ролика три четыре пять шесть семь семь еще три даже перенести вот я должен узнать а почему не принесли сейчас узнаю где-то что-то сбилось сбой слово ошибка есть или нет где вам представляется доступ к календарю но это так удивить это вас сейчас я посмотрю сколько здесь раз-два вот это три что-то магнус это так подожди к ну это я могу удалить вот как я работаю здесь почты а это спам какие-то деньги кто-то умер не знает кому отдать нам не дать а мне не нужны они два там было три четыре пять шесть семь восемь девять еще одна где-то не загруженная ну вот так знаете я не трогаю они очень важны это из англии пишет один из израиля этот из америки важные дела все время к не возвращаюсь и сразу вот так перехожу страницу вот илья наталья ковалева праздновать день рождения я поздравляю как поздравляю ну что праздновать не надо у меня заготовка на все есть ну и показать у нас очень большой мой мир у меня тут видео 7559 дальше показать наш форум православный форум форум очень богатый 1602 темы было ну и канал православный видеоканал открытым оком вот эти десять роликов это сегодня поставил вчера которые записывали это сколько гликерия там как гликерия победила бабу надю которая старше на 77 лет сколько посмотри 71 вот это все записано еще показать тебе на смотри я захожу я захожу она на горшке сидит так вот роман пришел к тебе теперь снова